В кабин американского истребителя F-16 садится украинский президент Владимир Зеленский. Это событие произошло в августе прошлого года. Как только стало известно, западные союзники согласны поделиться своими самолетами. Уже много месяцев подряд то же самое делают украинские пилоты, готовясь встретить долгожданное пополнение авиапарка военно-воздушных сил ВСУ, зарубежные F-16. Действительно очень классный самолет. Я не могу сказать, что миг, на котором я летал раньше, скучный. Но F-16 однозначно более маневренный и подвижный. Только подумаешь, а он уже поворачивает. F-16 – современный многофункциональный американский истребитель. Кроме способности блестяще маневрировать и развивать сверхвысокие скорости, самолет также несет большой ассортимент боеприпасов. А значит, может серьезно укрепить возможности Украины в защите собственных воздушного пространства и территории. F-16 действительно может конкурировать с лучшими западными истребителями. И я уверен, что украинские ВВС как нельзя лучше воспользуются этим шансом. Самая действенная мотивация, отвечают украинцы, перспектива вернуться и сражаться с врагом уже на новых самолетах. Мы много тренируемся, много летаем, готовимся к заданиям. Королевские ВВС Дании взяли на себя ответственную миссию научить нас этому. И я могу разве что представить, насколько непросто им каждый день готовить нас к боевым вылетам в будущем. Впрочем, местные инструкторы не жалуются, уверяют, готовы на все, лишь бы помочь закончить войну. Очень сопереживаем украинскому народу и пытаемся сделать все, что в наших силах для помощи. Коалиция стран НАТО решила бесплатно предоставить свои истребители F-16 на вооружение украинских воздушных сил. В первую очередь речь идет о Дании, Нидерландах, Бельгии и Норвегии. В рамках данных договоренностей датский инструктор на авиабазе «Скритступ» обучает украинских пилотов, инженеров и техников наземного оборудования тонкостям обращения с бортами.